Хорошо. Ребята, всем добрый вечер. Мы заканчиваем наш месяц марафона. Мы сегодня пригласили нашего президента нашей компании. И я вам скажу, лично для меня большая привилегия, что мы можем сегодня слышать и работать с таким человеком, как Дэвид, Адела Харт, жена его. Мы пригласили Дэвида сегодня. И я хочу просто сказать, знаете, когда я первый раз в Тексисе познакомился с этой парой, с нашими президентами компании, я был приятно удивлен их ценностям. Я был приятно удивлен их, знаете, такой политики программы этой компании, чтобы помочь людям. И когда я ехал домой, знаете, я получил больше того, чего я ожидал. И я сказал, я буду работать с этими людьми в этой компании. И скажу вам так, сегодня очень много мы получаем поддержки от нашего президента компании. И так как это командная работа, то, знаете как, это неоценимый труд, который команда и компания делает, помогая нам. И наш маратон подошел к концу. Мы будем завтра делать, подводить итоги прошедшего месяца. И поэтому мы специально попросили Дэвида, чтобы президента нашей компании, чтобы на этот последний день он был главным нашим спикером. И, Дэвид, если вы здесь, мы готовы выслушать. И мы вас благодарим за то, что вы не отказали нам. И вы с нами сегодня в вечере дадите такой мотивационный спич для всей нашей команды. И, Дэвид, если вы здесь, мы рады, что вы здесь, мы готовы выслушать. Мы готовы выслушать, и мы рады, что вы нам дадите нам such an encouragement и motivation tonight. Fantastic. И кто я говорю? Кто я интерпретирую? Микс Холк, это здесь. Okay. All right, Микс. Well, it's a pleasure to be on the call tonight. Приятно быть с вами на этом звонке сегодня, быть здесь. I'm here with my wife, Miss Adela Hart. Я здесь с моей женой, Miss Adela Hart. And I guess... First, I want to just start out by congratulating Igor and Larissa for your rank advancement of one-star ambassador. And, прежде всего, я хочу поздравить Игоря и Ларису с вашим продвижением до однозвездного амбассадора и амбассадора. And what you guys have done in the last ten months has been incredible. And what you guys have done in the last ten months has been incredible. It's a team effort to get to the level they're at. And so I want to congratulate the whole team, the Slavic team, and what you guys have been able to accomplish in a short time. Поэтому я хочу поздравить всю вашу команду, всю славянскую команду с тем, чего вы смогли достичь за короткое время. И если вы амбассадор с одной звездой, и ваша жена амбассадор, ваш доход общий составляет от 240 до 300 тысяч долларов в год. И это доход, который изменит жизнь большинству людей. И я вас всех вдохновляю, используйте их историю и их успех. Чтобы мотивировать вас самих в движении туда, куда вы движетесь. И одна из деталей из всего, что они смогли предоставить для этой команды, это огромная энергия и поддержка, которую они всем раздают. И я и Адела, мы очень ценим вас и ценим ваше лидерство в компании. И есть поговорка, что птицы с одинаковыми перьями летают вместе. И что это означает? Это значит, что есть много разных людей, которые на этом зуме сегодня, которые станут амбассадорами в нашей компании. И одно из того, что я хотел бы сказать, это то, что я так горжусь вашей командой, того, что она сделала за эти 30 дней. Я всегда говорю, что действие помогает разрешить любые ваши проблемы и справиться с любыми вызовами, как в бизнесе, так и в жизни, в обычном. И цель была представить сотни людей за 30 дней этот бизнес. И then to learn how to do the presentation by yourself. Научиться проводить презентации самостоятельно. Приглашать и быть в контакте, быть на связи с вашими приглашенными. And then ask for the sale or close people. И затем приглашать близких людей. And, ladies and gentlemen, that is the number one thing you must do if you're going to build a network marketing business. И, друзья мои, это номер один, что вы должны делать, если вы хотите строить сетевой бизнес. And I'm excited to find out that there's another 30-day challenge. И я очень рад узнать, что есть еще один 30-дневный вызов. И я верю, что это то, как вы совершаете определенные продвижения в бизнесе. И ваша цель – это создать вот такие вот вехи в вашем развивающемся бизнесе. И вы не можете говорить людям, делать что-то, чего вы сами не готовы делать. Вы не можете учить тому, чего вы сами не хотите делать. То есть мы просто хотим дать пример, показать пример. For people to follow. Которому люди могли бы следовать. И я только учусь. Сейчас говорить с переводчиком вместе. Поэтому наша презентация может немножечко иногда сбиваться. Поэтому я заранее прошу прощения за то, что я еще только учусь такому способу. Моя жена хочет поделиться парой моментов. Возможно, это больше для женщин. Прежде чем я перейду к основной теме, которую я хотел бы сегодня озвучить. Привет всем. Добрый вечер. Все знают, что меня зовут Адела Харт. И это честь для меня быть здесь на этом звонке вместе с вами. Я хочу сказать, что этот челлендж, который вы устроили, он замечательный и потрясающий. Я хочу публично поздравить Ларису и ее мужа. Игорь, и я хочу сказать, какую чудесную работу вы проделали, чтобы прийти к уровню амбассадоров и насколько здорово все, что вы делаете. И я хочу поприветствовать также всех на этом звонке и сказать женщинам, мы можем это сделать. Давайте двигаться. На этом я хочу попрощаться и чтобы вы могли пройти через презентацию. И спасибо вам большое. Спасибо большое. И я рада, что тоже смогла к вам обратиться сегодня. Спасибо. Доброе утро. Хорошо. Хорошо. Я хочу рассказать вам некоторую предысторию нашей компании. И также мою предысторию. Мне сегодня 57 лет. И я начал свой первый бизнес, когда мне было 19 лет. И когда я, мне было 19 лет, я занимался тем, что мыл и полировал автомобили. Это называлось чистка автомобилей. И к тому моменту, когда мне исполнилось 23 лет. Это был бизнес, где я делал несколько 6 фигурок в год. И я на этом бизнесе зарабатывал крупные шестизначные суммы в год. То есть, каждый раз, когда я делаю что-то в бизнесе или в жизни. Я всего себя в это погружаю. Я познакомился с сетевым бизнесом, когда мне было... Там, в районе 25 лет. Я был в доме у своего клиента и полировал его автомобиль. И у этого человека был Мерседес и Кадиллак. И еще дорогие машины. И у него был шикарный стиль жизни. И обычно, когда я спрашиваю многих своих клиентов о том, чем они зарабатывают на жизнь, они не очень как-то хотели распространяться и делиться, чем они занимаются. Но он был счастлив рассказать мне, что он делает, потому что он занимался как раз сетевым бизнесом. И он начал объяснять мне все позитивные стороны сетевого маркетинга. Одна из вещей, которую он мне рассказал, это возможность зарабатывать деньги, основываясь не на своих личных усилиях. Это возможность зарабатывать деньги через команду продавцов. И если я готов организовать такую команду, то я буду зарабатывать деньги. И если я готов тренировать людей, вкладываться в них, чтобы видеть, как они достигают успеха, они всегда будут частью моей продающей команды. Причина, по которой я это упомянул, это потому что в конвенционном бизнесе, если вы обучаете людей делать все, что вы умеете сами, они, как правило, становятся вашими конкурентами в бизнесе. И когда я услышал об этой схеме, я подумал, что это действительно очень умный способ делать деньги. То, что мне еще нравится об этом бизнесе, это то, что он может развиваться и распространяться по всему миру. И мы не ограничены каким-то магазином с дверью и какой-то географической локацией, которая позволяет нам делать бизнес только там. И это сильно. Еще, что мне нравится об этом бизнесе, что только за 79 долларов в год. Вы в бизнесе. Это означает, что мы даем возможность всем людям по всему миру быть владельцами бизнеса. Итак, я начал мою карьеру в сетевом маркетинге в 1997 году. И я хочу обнадежить людей здесь. В мои первые два года я не смог пригласить никого. Начиная в моем третий год в бизнесе, я начал получать семизначный доход. И вот я уже, будучи порядка 20 лет в сетевом маркетинге, я выстроил четыре больших линии. И каждый раз я был разочарован в руководстве компании. Некоторые из вас, возможно, такие же, как и я. Если вы когда-либо были уже в сетевой индустрии. Я построил травориум на трех основных принципах. Первый принцип. Первый принцип. Извините, секунду. Один из принципов, который я построил эту бизнесу. Первый принцип. Продукт должен иметь ценность в рынке. Итак, первый принцип. Это то, что у продукта должна быть ценность на рынке. И нету в мире таких цен на путешествия, которые предоставляет травориум. Ничто не может с нами сравниться на рынке. Второй принцип. Это компенсационный план, на котором может выигрывать средний человек. И третий принцип. Это то, что люди имеют значение. Итак, наша компания началась в 2013 году. И мы были компанией, которая продавала скидки. И одной из наших направлений был туристический сайт со скидками. К концу 2018 года мы решили, что мы будем заниматься только путешествиями. Потому что путешествия всегда были моей страстью. Потому что путешествия всегда были моей страстью. Путешествия – это моя самая любимая вещь в жизни. Это прекрасный продукт, который можно продавать по всему миру. Все хотят это делать. Все понимают это. И об этом легко говорить. И в 2019 году наш бизнес вырос на 400% в продажах. И мы были воодушевлены. И в 2020 году мы ездили по миру и устраивали презентации. И в этот момент началась ковидная пандемия. И когда это случилось, я на секунду задумался о том, что это может быть тяжелый вызов для нас с этой пандемией. Но даже пандемия не смогла нас опустить. Наша компания продолжает расти на 20% в год. И теперь, когда закончилась пандемия, Я верю, что наша компания в 2024 и 2025 годах Войдет в такой массовый момент. И прямо сейчас прекрасное время, чтобы войти в этот бизнес и начать с Travorium. Три года назад. Я хочу вас, ребят, немножко увести на три года назад, чтобы показать, что мы сделали в компании. Три года назад, когда вы начинали в Travorium. Вы получали свои туристические баллы на ваш счет, но вам нужно было ждать 12 месяцев, прежде чем вы могли их использовать. У нас было всего 7 мировых туров, в которые можно было поехать. У нас не было платформы Getaway. У нас не было бесплатных путешествий. Наша компания продолжает расти в продажах и в услугах. Касательно нашего компенсационного плана. Амбассадор может зарабатывать 4200 в месяц. У нас не было бонусы от прямых продаж. У нас не было лидерских бонусов. У нас не было бонусов стиля жизни. У нас не было амбассадорского роста бонусов. У нас не было амбассадорского роста бонусов. У нас не было нового бонуса амбассадоров. Я на это обращаю ваше внимание сегодня. Просто чтобы дать вам понять, что мы сделали очень много улучшений на наш компенсационный план. И наш компенсационный план всегда составлялся так, чтобы воодушевить активность и хорошее поведение. У нас есть некоторые изменения в наш план, которые приближаются. Потому что мы хотим воодушевить правильное поведение. На уровне однозвездного и двухзвездного директоров будут новые требования. Что вы должны сделать одну продажу за месяц, чтобы быть квалифицированными для получения бонуса. То есть мы не хотим, чтобы люди застревали на уровне однозвездного директора или двузвездного директора. Мы хотим, чтобы люди продвигались дальше на более высокие уровни. И поэтому мы хотим развить лучший менталитет и лучшие примеры для людей, которым они могли бы подражать. Вот почему мы хотим, чтобы люди продолжали приглашать людей и растить свою команду. Вы больше об этом узнаете из тех имейлов, которые вы получите в следующие несколько дней. Это никак не отразится на ваших бонусах в сентябре. Это все начнется с 1 октября. Я хочу еще чем поделиться с вами, потому что мы это получили от нашей клиентской службы. Я смогу каким-то образом поделиться экраном, если шанс. Одну секундочку. Можешь ли я? Можешь ли я? Или ко-хост, а ко-хост, maybe? Да, ты готов. Хорошо. Давайте попробуем сейчас. Все. 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 И здесь вы можете получить почти 70%. А здесь вы можете получить процент о 70%. Это не всегда 70%, но это до 70%. И я поставлю Мадрид в Испании как цель нашу, куда мы собираемся. Я выберу просто рандомные даты. Это важно, чтобы вы понимали, как наша система работает и как вам отвечать на возражения людей какие-то возможные. Вот на эти даты, которые мы проставили. Вот на эти даты с 21 по 24 сентября максимальная скидка. Это 42%, 38%, 36%. Я останавливался в этом отеле, когда я был в Мадриде на той неделе. И это показывает 300 с лишним долларов экономии на эти даты. И то, что я хочу, чтобы вы знали, хочу вам показать, что наша платформа показывает первыми, самые большие скидки, которые есть. И если люди хотят сравнить наши цены с другими, то лучше использовать этот наш софт для вашей пользы. И то, что я имею в виду, это то, что вы хотите рассказать им об отелях, которые показывают максимальный дискаунт. Как вы видите, вот эти отели здесь в Париже. И то, как работает индустрия отелей. И то, как работает индустрия отелей, это то, что они смотрят на пару моментов, прежде чем они выдвигают цену. И во-первых, они смотрят на то, насколько отель занят. То есть, чем больше свободных комнат в отеле на данный момент, тем ниже будут цены. И так же они смотрят, прежде чем они помещают эти цены на резервирование отелей. И у нас там есть разные вот эти вот фи, разные сборы, которые эти отели совершают. И вот мы работаем примерно с 13 разными этими сборами. И это все. То есть, мы всегда будем показывать самую низкую цену. Одну секундочку, я просматриваю мои записи. Есть еще два вопроса, которые я получил от службы клиентской поддержки. Один из вопросов, это как же мы можем платить, почему мы можем платить только криптовалютой за наш travel pack? Причина в том, что это наименьший риск для компании. Потому что мы платим солидные комиссионные, когда продается travel pack. И мы даем 2000 туристических поинтов на этот пакет. И это дает возможность людям отправляться в путешествия, которые стоят дорого. Каждый раз, когда вы едете по вашим туристическим поинтам в поездку, компания платит за это серьезные деньги. И поэтому мы решили принимать только криптовалюту на этот travel pack. Чтобы сократить, уменьшить наши риски. В действительности, что бы я подумал, когда об этом услышал, если бы я был на вашем месте, я подумал, этот парень явно хочет оставаться в бизнесе долго. И это моя цель, быть в бизнесе много-много лет, даже после того, как меня уже не станет. Также очень много приходит вопросов в службу поддержки, когда мы сможем открыть Украину или Россию или Беларусь. Ответ на этот вопрос такой, что это будет хорошей целью, когда закончится война между Россией и Украиной. Некоторые у нас спрашивали про Казахстан. И для нас Казахстан это важная стратегическая точка, потому что это позволит нам продвигаться в больше стран Восточной Европы. И когда мы увидим, как все хорошо идет в Казахстане, это будет для нас большим подспорьем, чтобы мы открывали и другие страны в Восточной Европе. Я думаю, что последнее, я думаю, я хочу поделиться с вами. Несколькими вещами, которые я всегда использую, чтобы прийти к успеху в бизнесе. Первое – это то, что каждый раз, когда я начинаю бизнес или какое-то дело, это всегда начинается с веры. И что есть вера? И что есть вера? Это верить во что-то, что еще не видно. И затем я добавляю свою мечту, о чем я мечтаю, чего я хочу добиться, начиная бизнес. То есть важно иметь веру, это номер один. Номер два – это важно понять, чего вы хотите от бизнеса. Почему вы вообще занимаетесь этим бизнесом? Чего вы хотите достичь? Если вы никогда не определяли для себя, чего вы хотите. Каждый раз, когда у вас будет какой-то вызов или что-то пойдет не так, будет легко бросить. Но я хочу вам сказать, что в каждом бизнесе возникают проблемы. Каждый амбассадор в нашей компании проходил через вызовы. И вы не будете другим. Каждый амбассадор также должен определить для себя, почему, что я ищу в бизнесе. Почему это также важно и для вас – определить ваше «почему». Теперь, когда у вас есть вера, и вы верите во что-то, чего вы еще не видите, вы определили для себя, почему вы делаете этот бизнес. Что осталось? Действия. Вам нужно предпринимать действия. Вот почему я был так рад услышать, что у вас, друзья, был этот 30-дневный челлендж. Потому что весь этот бизнес, все ваши достижения, которых вы достигнете в следующие от 12 до 24 месяцев, это все будет требовать от вас действий. И эти «эти шаги», ваши действия – это говорить с людьми о бизнесе. Эти «эти шаги» – это учиться делать презентации. Эти «эти шаги» – это слушать ваших лидеров и правильно реагировать на тренинг того, как делать бизнес. Одним из шагов должно быть ваше желание расти и становиться лучшим человеком. И когда вы совершаете определенные действия, понимая свою цель и опираясь на веру, вы можете достичь великих результатов. Я также хотел ответить на некоторые жалобы. Это важно, когда люди вписываются в бизнес. Очень важно, чтобы они использовали свои собственные платежные системы, кредитную карту или крипто-кошелек. Это важно, чтобы вы ознакомились со всеми нашими правилами, потому что, несмотря на то, что вы партнер компании, вы партнер все-таки именно с компанией. Даже если вы наверху этой линии, все равно важно, чтобы вы подписываете контракт не просто с человеком, но с травориумом также. Также важно, что и муж, и жена могут быть в бизнесе вместе. Но дети не должны быть в бизнесе, даже если они взрослые, если они не планируют строить этот бизнес. Поэтому не записывайте ваших собак. Не записывайте вашу бабушку. The only people that should be joined in our business are people that want to build a business. Единственные люди, которые должны быть записаны в этот бизнес, это те, кто хочет строить этот бизнес. If your mom wants to get in and be a customer, she can come in and just be a customer. Если ваша мама хочет вписаться и просто быть клиентом, она может быть просто клиентом. As a company, we want to run a clean business. Как компания, мы хотим, чтобы у нас был чистый бизнес. So I need you guys' help to help police that side of the business. Поэтому мне нужна, друзья, ваша помощь, чтобы держать в чистоте эту часть нашего бизнеса. Игорь, I see you here on the call. I'm going to give it back to you. I think I've shared some of the bullet points that I wanted to go over. If there's anything else that you wanted me to share, I'd be happy to do that. Игорь, я вижу, что ты здесь. Я передам тебе. Я думаю, что я поделился уже многим. Если есть еще какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Я думаю, у нас вроде бы те вопросы, которые поступили, мы получили на них ответ. Спасибо огромное. We already got the answers on the questions that we got before. So thank you very much. Perfect. Well, thank you for allowing me to be on this call with you guys, Микс. You did a great job. I don't speak. Is it Russian or Slavic? How is the right way to say that? Well, it's a Russian language, but it's a part of Slavic group of languages. Slavic group. But let me just say this. And this is the Slavic team. You guys are powerful. And you guys, I am so impressed with what you are doing. And you know, one of my goals in life, this is a personal goal. I am going to share it with you guys. Is to... Go ahead. And you know, I want to share it with you guys. It's one of my goals in life. Is that one day we all leave this planet. Right? That when we all leave this planet. Right? But before I go, I want to impact thousands and thousands and thousands of people's lives in a positive way. I want to impact thousands and thousands and thousands of people's lives in a positive way. Hey, Mix, make sure you add another thousand on there. Yes, and a thousand. In a positive way. God's given me a gift of being an entrepreneur. God gave me a gift of being a businessman. And I want to be able to share that with as many people around the world and inspire people. And my dream is big enough. And my dream is big enough. To encompass all of your dreams. To encompass all of your dreams. So with that, I will give it the Zoom back to you, Igor. Thank you for letting me share it tonight with the folks. I appreciate you guys. И на этом месте я передаю обратно Игорю. Спасибо, что дали мне возможность поделиться сегодня. Я вас ценю. Дэвид, спасибо большое за нашим голосом и для всех. И для того, чтобы быть частью нашего Зума сегодня. Мы очень рады вас. Вы вовсе. Богдан. Окей, ребята. Значит, еще раз всем привет. У нас осталось не так много времени, 4 минуты. И я на самом деле хочу сказать спасибо Дэвиду, что он нашел время и вышел с нами на Зум. И мы с ним как раз до Зума беседовали о многих этих вопросах, которые мы также поднимали. И я хочу вам сказать, что цель его не та, чтобы поставить какие-то палки в колеса людям или что-то сделать. Но я вижу, насколько этот человек хочет делать правильные вещи. И многие вещи не зависят от его желания, хочет он или нет. Потому что был такой вопрос задан тоже по поводу того, почему человек даже с другой страны не может войти, да, там, где нас еще нет. То, смотрите, компания, она должна списывать деньги. Здесь в Америке все построено. Есть такая служба АРС и все остальные, да, которые хотят знать, куда тратятся деньги. И если компания выплачивает деньги на те лица, которых нет, или те страны, которых нет, это называется отмывание денег. Поэтому, ну вот скажу так, что в меру каких-то обстоятельств, правил, невозможно что-то сделать, изменить. Поэтому скажу одно, что нужно набраться терпения и откроются страны, откроются, потому что то, что, допустим, он говорил, он говорит, наша задача, чтобы наша компания, она была по всему миру. Поэтому какие-то вещи мы должны настроиться, набраться терпения и идти до конца. В общем, скажу вам так, что в компании очень довольны и результатом, который мы делаем, и тем, как наши лидеры поднимаются за очень короткое время. Я вам скажу, что на сегодняшний день то, что делает наша славянская команда, она просто делает такие нереальные, невозможные вещи, которые мало кто делал, понимаете, да. Поэтому я вас всех поздравляю и хочу также отметить, что именно вот этот марафон, он на самом деле породил очень много лидеров, людей, которые, знаете, я никогда не ожидал. Я даже, скажу вам честно, я не думал, что многие люди из вас сегодня выходят на те позиции там, где вы есть сегодня. Я хотел бы отметить, сегодня у нас Нила наша, я думаю, вы ее знаете по Zoom, да, это женщина, которая, скажу вам так, она очень амбициозная, и она приехала в Америку. И когда мы начали с ней разговаривать о травлориум бизнесе, она сказала, я здесь мало кого знаю, но я, говорит, хочу здесь работать. И вот сегодня, смотрите, она вышла на 2-стар директор, Нилочка, мы вас поздравляем. И я бы хотел просто дать вам, знаете, сказать такой тестимониал, буквально, ну, 2-3 минутки, да, там, поделиться с людьми. Потому что я вам скажу так, этой женщине было нелегко, нелегко, потому что, ну, приехать в Америку, никого не знать, понимаете, да, и начать что-то делать. Поэтому я хочу ее поздравить от всего сердца, души перед всей нашей командой и дать ей такую возможность сказать небольшой тестимониал свой. Всем добрый вечер. Слава Господу, в первую очередь, за компанию. Я его благодарю, потому что я каждый день с ним работала. И он был первым, я и шла по его стопам. Благодарю большое, спасибо. Это Игорю Ларисе, это моему спонсору «Любайсеку». Это моему спонсору, это особенно первому, кому я позвонила, и первый звонок, кому я позвонила, это Игорю. Ну, потому что я его выбрала, когда я только посмотрела видео, я сказала, что я буду с ним работать. Это я сказала здесь и здесь, для себя, понимаешь, и начала действовать. Даже если бы он не захотел, все равно бы он бы работал, но никуда бы не делся, потому что я это захочу, в первую очередь. И большое спасибо моей команде. Аниточка, потому что первый человечек, это был зарегистрированный с помощью Игоря. Аниточка, команда вся Аниты. И команда с другой ножки, Танечки, благодарность большая для вас. Я знаю, что мы с вами все сделаем и дойдем до самых больших вершин, и дойдем до самого последнего маркетинга. Потому что я, когда начинаю что-то делать, я его делаю, и, конечно, до конца. Иначе зачем его начинать вообще делать? Мне нравится компания, благодарю всех. Я иду по стопам наших спонсоров и ни шагу назад. Благодарю всем. Спасибо большое, спасибо большое. Хорошо. Хорошо, Нила, еще раз вас поздравляем. И я также, знаете, хотел еще попросить вас такую деталь. У нас завтра будет, я думаю, завтра вечером, да, сделаем. Финальный такой митинг будет по поводу того, мы просим всех людей, только чтобы быть честно. Давайте так, на честную, в открытую работаем честно. Кто из вас, проходя вот этот челлендж, да, вы должны показать нам будете завтра, сколько людей в течение вот этих 30 дней вы пригласили, сколько было на презентации, да, чтобы мы это все увидели. Потому что помните наши правила, что должно было быть считать тех людей, которые конкретно были на презентации. И мы хотим найти победителя. Только еще раз прошу, без всякого мошенничества, постарайтесь честно. Если вы, ну, будьте честны. Я хочу с вами тоже быть честным, да, вот сколько людей вы пригласили, сколько было на презентации и также сколько подключилось людей. Хорошо? И я еще хотел спросить, кто из вас хочет, чтобы мы сделали еще один такой марафон, то нажмите цифру 1, а кто не хочет, нажмите цифру 2, да, чтобы мы также увидели желающих. И просто напишите, чтобы было видно, да, чтобы мы знали, вообще этот процесс снова или нет, да, чтобы как бы новых людей поднимать, хотят вообще люди этого или нет. Так что я думаю, что мы также будем привлекать уже тех лидеров, которые у нас вышли, которые, ну, на сегодняшний день уже, я вам так скажу, что многие начали делать презентации. И многие, кто-то 3 поставил. У нас только 2. Если хотим, значит, 1, если не хотим, значит, 2. Говоришь, ты не туда, и не сюда, говорит. 3 это не идет, не считается. Хорошо. И, да, потому что мы хотим выявить лидера, человека, который, у нас будет несколько категорий, по которым мы будем считать. И мы хотим, чтобы, ну, вы сделали это до завтра. Завтра это будет такой финальный, отчетный у нас митинг, где мы все это сделаем. Спрашу, когда, может, начнется, это после Майами. Да, когда начнется митинг, это, я думаю, после Майами. После Майами мы начнем новый челлендж. Это, я думаю, где-то после 15-го числа. И я думаю, мы еще раз хочу сказать, что мы уже привлечем также людей, которые уже с нами. Я вам скажу, что у нас в команде заходило очень много интересных лидеров, бизнесменов, спикеров, разных психологов. Да, и я думаю, что мы постараемся привлекать всех этих людей на нашу платформу. Потому что, чтобы вы понимали, наша задача какая. Мы используем Travorium платформу для того, чтобы сделать, помочь человеку выйти на следующий уровень. Не просто, знаете, чтобы пропиарить там компанию, но наша цель и наша задача, чтобы вы состоялись как личность. И для этого мы делали все эти тренинги, обучающие, чтобы, допустим, вы могли открыть также свой YouTube канал, да, на котором вы также начнете делать презентации, подавать эту информацию. Также дополнительно еще с YouTube зарабатывать деньги, да. Как бы это то, в чем заключается наша цель этих всех марафонов. Не просто, чтобы, знаете, чтобы вас, во-первых, узнавали как личность, да, чтобы выросли. Потому что очень много людей, я вам скажу так, я настолько был доволен, что когда люди мне звонят, Игорь, слушай, я уже, я себя чувствую на другом уровне. Я даже могу с людьми поговорить, как мне это помогло. И, знаете, а я могу еще деньги получать, да, и это то, что вдохновляет нас. Потому что, допустим, я, моя жена, вся наша команда, я смотрю, что у нас, знаете, хорошие люди подобрались. Они не просто о себе думают, а думают о том, как, чтобы рядом человек он также мог зарабатывать. И, знаете, я вот даже вышел на One Star Ambassador, и у меня не было прям такой радости, когда я услышал там о Ниле, об Андрее, да, который, говорит, проснулся, говорит, смотрю, я, говорит, уже на позиции 2 старт-директор. Лег спать, говорит, а на следующий день проснулся, я уже на 3. Потом, говорит, проходит 2 дня, я уже на 4. Я говорю, Андрей, мне что, тоже лечь спать или как? Смотрите, речь идет о том, что, да, когда есть вот такие люди, даже взять этого же ответа. Он работал, да, там, и я просто как пример привожу, подключал людей, не мог найти лидера. И потом в один раз находит лидера, человек, который двигает, помогает ему дойти до какого-то результата, да, там. И это просто, это уникально, понимаете, то, что предложила эта платформа. Я даже, вот, я думаю, здесь сегодня много людей, да, я хочу вам просто сказать такой пример из моей жизни, из нашей семьи жизни. Мы с женой, я, допустим, открывал свой строительный бизнес, моя жена кафе открывала, да, и эти все бизнеса, они требуют инвестиций. Вам, как минимум, нужно 150 тысяч инвестировать в то, чтобы взять заем, все эти там машины, инструменты или оборудование для кафе, все взять, да, это все стоит денег. И речь идет о чем? Когда мы эти деньги вернем? Или вы отучились, вы 6 лет, 7-8 учились, потом платите долг за заем за вашу учебу, понимаете, да, это так в Америке все устроено. И человек пока отучился, уже все пошло вперед, ему снова нужно учиться. И вот этот обман такой, знаете, он происходит, но когда мы сегодня, смотрите, имея эту платформу, и мы сегодня что мы можем сделать? Инвестировать вот этих 330 долларов. Даже давайте забудем за все дискаунты, за все, вот все, что есть, да. Вот если мы даже откладываем на свой витейшн по 125 долларов, и потом мы можем поехать на эти деньги, которые мы помесячно отложили. Скажите, плохо это или нет? Я именно по этой причине сюда зашел. И имея такую платформу, просто шикарную. Когда мы сегодня делали презентацию, знаете, я встречаю людей, которые мне говорят, Игорь, я 7 лет не ездил, 8, 12, 15 лет. И сегодня на презентации у нас была женщина, которая работает врачом. Ребята, слушайте, она врач. И вы были свидетелем, что она сказала утром на презентации, 30 лет человек никуда не выезжал. Понимаете, да? 30 лет. И когда я сегодня несу человеку такую информацию, слушай, ты можешь сегодня позволить себе всей твоей семьей поехать отдохнуть. Два-три раза в год, даже сплачивая, не говоря за то, что ты можешь также через другие поисковики найти что-то дешевле выгодить. Поэтому, знаете, как бы концепт компании, платформа, вы здесь не инвестируете в какие-то пакеты, которые где-то исчезнут, да, там непонятно, куда мы эти деньги ложим. Но, видите, эта платформа, она позволяет человеку, как говорят, две задачи решить сразу. Поехать с семьей в отпуск. И если скажу вам еще больше о заработке, что такое продать 25 сервисов, да, 25-25, 50 сервисов. На самом деле, если вы захотите, да, вы это сделаете. Вот вам Нила, человек, который сделал это, которая вышла сегодня на доход полторы тысячи долларов, да. А чтобы мне зарабатывать, допустим, купить в Америке три дома, я могу их купить по 250 тысяч, но где я возьму эти деньги? Я пойду в банк, возьму заем, но чтобы взять заем, я должен 20% от этой суммы положить депазит. Понимаете, так работает американская система. Значит, за три дома я должен, за каждый дом по 60 тысяч, три дома 180 тысяч, чтобы с каждого из этих домов мне получать 500 долларов пассивного дохода. И то, ну давайте, как это пассивный доход? Пассивный доход, это, ну как, если слава богу, вам повезло, если в вашем доме живут порядочные рентовщики. А если вы купили ваш дом, да, то я думаю, вы, у меня был один дом, да, в котором мне на 48 или 56 тысяч, по-моему, просто уничтожили дом, понимаете, да. И ты потом смотришь и думаешь, Аня, а что тебе дальше делать, о каком же пассивном доходе мы говорим. И ты надеешься, что когда-то этот дом вырастет в цене. Вот где, как бы, твой клад лежит, да. Но опять-таки, ребят, полторы тысячи долларов, чтобы получать, нужно инвестировать 180 тысяч долларов, понимаете, да. А здесь, что мы инвестируем? Мы инвестируем пакет, который нам же возвращается, да, там, и мы за те деньги мы получаем поинты, и мы можем ездить. Я не вижу, на сегодняшний день, я вам скажу так, я не вижу лучшей платформы, где человек может и ездить, и зарабатывать деньги, и нести людям позитив. Так что я вас всех вдохновляю, у вас есть эта платформа, есть все эти ключи, через которые вы можете действовать и зарабатывать деньги. И хочу вам сказать так, что, знаете, Бог создал так землю, что вообще создал весь этот цикл, что существует ночь и день. И иногда в нашей жизни приходит ночь, и нам кажется, что все глубокая ночь, меня никто не слышит, со мной никто не хочет говорить, да. Я хочу вам сказать, что будет утро, будет полдень, будет прекрасный день. Так что, знаете, как, не оставайтесь, не думайте, что ночь это навсегда. Помните, да, Дэвид сегодня нам сказал, что он два года не сделал ни одной продажи. Но пришел день, чем, знаете, чем мы больше потратим, посвятим себя на какое-то дело, да, тем мы больше получим возврат. Даже Библия говорит, что человек сеет, то он и жнет. Если вы посеяли ваше терпение, и если вы посеяли какое-то время, то, поверьте, пожнете обратно. Ну, не бывает такого, чтобы я делал дел, бывает, только если я делал дел и сдался. Также, знаете, я хочу обратиться к библейскому выражению, где сказано о добре, когда человек делает добро. Делая добро, там написано, да не унывай, если не ослабеем, то в свое время пожнем, а если мы ослабеем, мы ничего не пожнем. Понимаете, да, даже простые такие вещи. Поэтому весь наш концерт, весь наш посыл настроен на то, чтобы вы шли, не сдавались, чтобы вы шли, достигая всех этих результатов, видели этот успех. И успех, я вам так скажу, он идет навстречу тем людям, которые идут к нему. А если человек не идет к нему, то, естественно, и успех не приходит к человеку. Так что я вас всех еще раз поздравляю с вашими результатами. У кого еще ночь, помните, будет день, придет новый день, где вы будете улыбаться, будет светить солнце, как вот у Нилочки сегодня у нашей, да, и у других ребят. Они довольны, радостны. Поэтому самое главное, идем, не сдаемся, и все у нас будет хорошо. Благодарю вас всех за внимание. Завтра ждем вас с вашими отчетами. Дубай просит на утро, Америка на вечер. Дубай просит на утро, Америка на вечер, да, что-то мы придумаем. Найти какую-то серединку, чтобы было всем хорошо. Ну, а все, сейчас я вас всех благодарю. Спасибо вам огромное за ваше терпение, за вашу работу, за ваши труды, за то, что мы одна команда. И, знаете, мне очень приятно, когда есть такие люди, лидеры, которые сегодня у нас есть, как вы. И еще раз хочу всем сказать, за всех вас молюсь Богу, за компанию. И хочу вам сказать так, знаете, если вы видите какая-то проблема у вас, последнее, что хочу сказать. Иногда, знаете, мы люди, мы несем эту проблему к Богу, да, там, ты видишь эту проблему, помоги нам. Но я хочу вам сказать другое. Возьмите Бога и покажите проблеме Бога, понимаете, да, чтобы проблема убежала, увидев Бога. Понимаете, да, и у вас все будет хорошо. Иногда мы, вот у нас так все плохо, вы должны понять, что за вами стоит Бог, и Он вам помогает. Всевышний Бог, еще раз хочу сказать, Он у нас один, поэтому мы молимся Богу, чтобы у всех у вас был успех. И я вас от себя благословляю, чтобы у вас все получилось, и вы были довольны, и зарабатывали деньги. И также хочу поблагодарить Микса за его перевод. Огромное спасибо. Я думаю, всем понравилось, да, я думаю, постарался это все профессионально доложить. Так что благодарим огромное за вашу работу также в нашей команде. Милочка, поздравляю тебя. И Макс, Микс, спасибо тебе, что ты переводил, и все с моей команды тоже вас всех благодарю, что вы пришли на эту презентацию. Спасибо, Андрюшечка, дорогой. Не забывай, мы тебя любим. Я вас продаю каждый день. Все.